59-й генный ключ – тень нечестности. Нечестность глубоко укоренилась в человечестве. Мы нечестны в наших отношениях, в нашей сексуальности, в наших чувствах. Но в первую очередь мы нечестны с собой. И требуется много времени, чтобы докопаться до корней этой тени. И проблема, как всегда, в наших умах. Он принимает систему убеждений, которая ему удобна. А это как раз и ведет к нечестности. Везде, где мы встречаем 59-й генный ключ, мы видим мутационный процесс. Он является партнером 55-го ключа. Ключа, который мутирует в центр солнечного сплетения всего человечества. 59-й генный ключ заточен на поиск пары. Он определяет способ, которым мы притягиваемся друг к другу. И то, каким образом проявляется наша сексуальность. Она может проявляться по-разному. Я имею в виду, что ей наплевать на границы и условности. Находясь в партнерстве или в браке, мы в какой-то момент начинаем проявлять интерес к кому-то другому. И что нам в этом случае делать? Это вызов для нашей честности и чистоплотности. И 59-й ключ ставит перед нами именно такие вопросы. Если мы потакаем этой тяге и нарушаем моральные племенные табу, это может создавать хаос в нашей жизни. Нас тянет на сторону. Мы флиртуем. И оказываемся в эмоциональной связи с другим человеком. И мы начинаем обманывать себя. Считая, что пока дело не дошло до постели, все нормально. Что ж, на глубинном уровне это так. Но на самом глубоком уровне мы вообще невинны. Но при этом мы не честны. Такие сценарии в отношениях встречаются довольно часто. И мы все знаем эти паттерны. Дилемма этого генного ключа является эмоциональная проработка. Пока мы не разберемся с интимной сферой, мы будем либо подавлять свои эмоции и бежать от своей сексуальности, либо начнем потакать своим желанием, пускаясь во все тяжкие. Особенно это проявляется в движении Нью-Айдж, где все беспокоены эмоциональной проработкой. Но это никуда не ведет. У меня были друзья, которые проходили терапию годами. Но и 20 лет спустя они все еще имеют дело с теми же самыми проблемами. Проблемы не исчезнут, пока мы не поймем, что истинная близость связана с глубоким принятием себя. Ни один из этих эмоциональных процессов никогда не был разрешен на протяжении веков. Это коллективно. Это хороший бизнес для терапевтов, ТВ-шоу и СМИ. И пока у меня не случился прорыв, я думал, что навсегда останусь рабом своих желаний и потребностей. Но я пережил чудо. И теперь я понимаю, что с правильным подходом это доступно для всех. Прежде чем я прощу вам ключ от этой цитадели, я расскажу о том, как эту проблему решать не стоит. Она не решается, если вы откровенно говорите своему партнеру о всех своих чувствах и желаниях. Это не решение, а катастрофа. Кроме того, неуважительно вываливать все свои внутренние эмоциональные причуды на близкого человека. Это не помогает и скорее вредит. Это также не решается только через терапию или через погружение в полигуанную культуру с ее пропагандой свободной любви и секса без обязательств. И я извиняюсь перед терапевтами и любителями свободной любви, поскольку в их подходах нет ничего неправильного. И я говорю не с моральной позиции, а из своего внутреннего знания. Существует только один путь, который проведет нас через этот вихрь. Путь сублимации своей сексуальности через обретение внутренней ясности. Мы должны узнать природу своих желаний. Нужно погрузиться в себя и понять, что это такое. Что же происходит на самом деле, когда нас тянет к другому человеку? А происходит то, что мы узнаем в другом свою чистую часть. Какой бы ни была видимая причина, это всегда некий кармический узел. Привлекающий нас человек отражает наше глубокое стремление к своему собственному, высшему Я. Так что же стоит за этим сексуальным лечением или этой вспышкой любви? Это наше желание соединиться с другим на самом высоком уровне. Это желание вернуться домой, к своему источнику. Физический оргазм, каким бы прекрасным он ни был, сам по себе является лишь оголоском мощнейшего импульса к слиянию с божественным и единению со всем сущим. Физический оргазм, длящийся секунды, дает нам только намек на то, что происходит при слиянии с Богом. Но есть и сердечный оргазм, или другими словами, тантрическая версия оргазма, где энергия работает на более высоких уровнях. если вы когда-либо испытывали это, вы благословенные. Но и это не главный приз. Высшая награда обретается тогда, когда оргазмическая энергия начинает наполнять наше сердце, независимо от другого человека. тантрический секс может быть частью нашего путешествия, если это прописано кармически. Кроме того, к этому более высокому слиянию со светом приводят практики созерцания, медитации и молитвы. Но только когда выдержим баланс и все это делается на постоянной основе. Когда я говорю, что ответом является сублимация, я имею в виду, что мы должны увидеть корень своих желаний. И если мы потакаем им, если мы следуем за ними, мы просто продолжаем свой бег к висе сансары. Но когда наша осознанность достигает источника нашей сексуальности, это меняет всю игру. Это совсем другой уровень опыта, где внешний вектор желания перенаправляется внутрь. Это естественный процесс, который требует времени, и мы не можем и не должны принуждать или навязать его себе. Наша любовь к более высоким частотам должна стать достаточно сильной, чтобы создать новые нейронные пути и наконец распрощаться со старыми многовековыми паттернами. И это не значит, что мы должны попрощаться с сексом. В идеале он должен оставаться в рамках отношений, наполненных любовью. Это самый простой путь. И конечно, здесь многое зависит от нашего воспитания и культуры. То есть ключом является сублимация. И это естественный путь. Именно здесь мы развиваемся. сублимация обходит все внешние табу, превосходит их и намного упрощает жизнь. Пожалуйста, поймите мои слава правильно. Высшее сознание разблокируется в том числе и через сексуальность. Но это должен быть естественный процесс. Посмотрите глубже в свои желания. посмотрите внимательно на свои отношения. Все наши желания и наши потребности в других действительности отражают наше внутреннее стремление вернуться к свету своей первозданной внутренней истины. Здесь тень встречается с ситхи, делая транспарентными все слои нашей внутренней и внешней нечестности. Я желаю вам такой прозрачности. Она пришла ко мне. Я хочу этого и для вас. Вы должны культировать свет, созерцая наши ситхи снова и снова и впитывая их частоты в наши нижние тела. Так мы помогаем этим естественным пробуждением превратиться в высшее пробуждение к трансцендентности. Это восхождение истинит ситхи. Ситхи истинит сетхи. Продолжение следует...